Сталкивались ли вы с таким, когда вам кажется, что вы ничего не успеваете? В сутках 24 часа, но вы не успеваете абсолютно ничего, все ваши дела остаются не сделанными, вы не видите никакого прогресса. На самом деле, все не так сложно, как кажется, и сегодня расскажу тебе о 5-минутных привычках, которые сохраняют тебе 20 плюс часов в неделю твоего времени. Поэтому оставайтесь со мной и не забудь подписаться на канал. Всем привет, ребят, меня зовут Саша, и добро пожаловать на мой канал. И как думаете, какой вещью я дорожу больше всего на свете моим временем? Как бы сейчас это пафосно не звучало, но на самом деле это так. Я думаю, что для многих людей это является какой-то ключевой особенностью. Время определяет очень многое и то, как вы ведете, в принципе, свой образ жизни. Если какие-то привычки, которые я вела для себя, которые есть в моей жизни, не делают мой день более эффективным, они, наоборот, делают мой день хуже, и просто-напросто съедают время, то значит, эти привычки не для меня. Мне кажется, реально, один из самых часто задаваемых вопросов вообще везде, и в директе, и в сообщениях в моем канале в Селеграме, вообще во всех местах, это как ты все успеваешь, и как у тебя получается все вместе совмещать. На самом деле, я бы себе сама задала такой вопрос, когда училась в 10 классе, когда у меня было 5 видов, 6 видов занятий в неделю, я не понимала, как я не перегорала. А в моем Телеграм-канале сейчас проходит очень интересный розыгрыш, в том числе один из призов такой вот ежедневник, и еще много-много всего интересного, реально крутые призы, поэтому приходите и участвуйте. На самом деле, в этом нет какой-то большой тайны, и все это выстроено на ваших привычках и на вашем образе жизни, поэтому сегодня я хочу поделиться с вами 8 привычками, которые сделают ваш день лучше, более эффективным и помогут, конечно же, сберечь ваше время. Я считаю, что абсолютно каждый человек, вне зависимости от его деятельности, может быть более эффективным, может добиться эффективности своего времени, и я часто вижу, как люди просто тратят время зря и не замечают этого. Очень часто мы ставим себя в какие-то определенные рамки, мы думаем, вот сейчас я учусь, это основной вид моей деятельности, я не могу себе позволить ничего другого, и на самом деле это очень большое заблуждение. Просто попробуйте рискнуть и вместить в свой график что-то еще, и вы поймете, что у вас реально есть время, и оно было, и вы не понимаете, откуда оно взялось, но тем не менее, вы все успеваете совмещать, и учебу, и какие-то свои дополнительные занятия. Первая привычка — это работать с вашим уровнем энергии. Разные люди имеют разные уровни энергии в течение дня. Давайте покажу на примере батареек. Есть разные люди, есть люди, которые жаворонки, то есть встают рано, а есть люди, которые, так называемые совы, которые встают позже, и, соответственно, их энергия в течение дня различается. Например, утром картина примерно такая. У тех, кто встает рано, есть, конечно же, много энергии и много вообще потенциала что-либо сделать, а те, кто встают позже, как мне кажется, они накапливают какую-то энергию и силу в течение дня, и уже под вечер хотят всю ее выплеснуть. То есть батарейка таких людей становится просто максимальной к вечеру, и, конечно же, ночью и вечером они имеют самую большую эффективность. И именно у таких людей, конечно же, фокус утром не идет, у них не идут никакие дела абсолютно, просто потому что у них уже сложился такой уровень энергии в течение дня. Я, например, себя отношу к тем людям, которые любят раньше вставать, и у которых уровень энергии как раз-таки с утра. В принципе, я могу заниматься какой-то деятельностью в течение всего дня, у меня есть фокус, но, опять же-таки, больше настрой, больше энергии все-таки у меня по утрам, и я реально очень люблю какие-то серьезные дела по учебе, какое-то дополнительное изучение, какую-то информацию, которую мне нужно впихнуть в себя. Это все лучше всего запоминается именно с утра. Я люблю просыпаться, например, в 7.30, и потом уже с 8.30 примерно начинать свои дела. Если вы любите вставать рано по утрам, как и я, но почему-то не направляете свою энергию в нужное русло, то есть вообще рассеиваете ее, начинаете заниматься какими-то реально важными для вас делами только под вечер или ночью, то вы не увидите в себя какой-то бешеной эффективности, бешеного фокуса, и будете думать, что с вами что-то не так, и вы просто какой-то неспособный человек. На самом деле же это, скорее всего, потому что вы реально не направляете свою энергию туда, куда нужно, а весь фокус у вас уже теряется, потому что, собственно, у вас был утром. И в этом случае вы попросту теряете время зря. Я бы советовала вам, во-первых, понять, к какому типу энергии вы себя относите, к людям, которые эффективны с утра или к людям, которые эффективны вечером. Мне кажется, даже здесь есть третий тип людей, которые предпочитают все делать днем, то есть примерно в 3 часа дня, потому что я думаю, что такое реально бывает. Кстати, напишите в комментариях, к какому типу людей вы себя относите. Потом, когда вы уже поймете, к какому типу вы себя отнесли, то обязательно применяйте это в жизни, и вы сразу увидите, насколько больше времени вы себе сберегаете. Вторая привычка — это писать себе планы на день каждый день и писать максимум 10 пунктов. Почему именно 10 пунктов, сейчас немножко расскажу. Вообще, очень часто, когда заходит речь о планировании, о написании планов на день, о написании туду-листа, мы стараемся поставить себе наполеоновские планы. И на самом деле это неплохо, но очень часто это приводит к выгоранию, к тому, что мы не успеваем делать все дела, естественно, потому что их было очень много, они были невыполнимыми, и вследствие этого начинаем как-то себя винить, ругать, и вскоре забраться на планирование, потому что я с этим сталкивалась не раз. Но в последнее время я поняла для себя, что мне реально хватает 10 дел на день, которые я реально могу сделать, которые мне нужно сделать в этот день, а не которые я бы хотела сделать. То есть здесь нужно понимать реально то, что вам обязательно нужно сделать. Остальные дела вы можете дописывать уже в течение дня, если у вас остается ресурс, если у вас остается время. Я же реально очень часто закидывала те дела, которые у меня нет желания делать конкретно сегодня, но которые я почему-то сюда записала. Не обязательно все задачи должны быть какими-то супергромоздкими, которые занимают у вас по 4 часа в день, потому что, опять же таки, от этого быстро придет выгорание, это могут быть какие-то небольшие дела, которые будут, так скажем, разгонять вашу энергию. Это может быть прослушивание подкаста, аудио, книги, протирание пыли, или какие-то такие похожие простые занятия, которые помогут вам набрать вашу продуктивность. А следующая привычка сохраняет мне по 10 плюс часов в неделю, поэтому никому о ней, конечно же, не говорите. Это была, конечно же, шутка, но привычка реально очень классная. Это продуктивная многозадачность. Многие утверждают, что нельзя делать несколько дел одновременно, и я тоже была сторонником такой идеи, потому что, ну, казалось бы, зачем браться за все, если можно делать одно качественно, и потом уже приступить к другому. Но здесь нужно понять конкретно, о каких делах идет речь. В принципе, все дела, которые мы делаем в течение дня, можно разделить на активные и пассивные. Активные дела — это те дела, которые требуют непосредственно нашего фокуса, нашего участия, активной работы мозга. И, собственно, как мне кажется, такие дела отнимают очень много сил. К таким делам непосредственно в учебной сфере я могу отнести, например, подготовку контрольной, то, когда вы учите новую тему и реально во что-то вникаете. К пассивным делам я отношу те дела, которые вы можете делать вместе с активными. К примеру, те, которые не требуют какого-то особого фокуса, но в то же время, которые вы хотите выполнить и которые нужно выполнить. Например, это может быть прослушивание подкаста, аудиокниги, прослушивание музыки и так далее. Сейчас приведу пример, как можно совместить два дела. Например, вы приходите поупражняться в зал и идете на беговую дорожку. И как бы это не требует какого-то особого фокуса, вы просто идете и ничего не делаете. И как распределить это время более рационально, можно в это время отвечать на какие-то рабочие сообщения, не знаю, написать сценарий для нового видео, просто сделать какие-то дела в телефоне, которые требуют вашего внимания, и таким образом вы, собственно, и проявляете эту многозадачность. Если на самом деле это реально экономит время, вместо того, чтобы сначала побегать на дорожке, а потом отвечать отдельно на сообщения, вы делаете это все одновременно. Можно привести еще несколько примеров, как можно совмещать свои дела. Например, можно ехать в метро и также делать что-то в телефоне, повторять какие-то конспекты или повторять какие-то определения, не знаю, готовиться к семинару. То же самое можно делать в автобусе, и, в принципе, здесь можно привести неограниченное количество примеров. Просто подумайте, где есть такие дела, в которые вы можете впихнуть какое-то еще небольшое дело. Также, кстати, в последнее время, во время именно написания конспектов дома, которые не требуют, в принципе, моего внимания, которые мне просто нужно написать, я полюбила слушать аудиокниги или же подкасты. Да, технически нельзя быть сфокусирована на двух делах одновременно, но можно делать два дела в одно и то же время, как вы уже поняли. Следующая привычка — это перестать много думать и приступать к делу. Не знаю, как мне кажется, все мы очень часто думаем, что-то анализируем, прокручиваем в голове по очень многу раз. Возможно, даже как-то сомневаемся и приходим к тому, что мы, в принципе, только думаем и ничего не делаем. Думать, конечно, полезно, но когда вы больше думаете и меньше делаете, это не очень хорошо. Поэтому вместо того, чтобы долго копаться в своих мыслях, думать, что вы что-то не сможете, что у вас не получится, то просто попробуйте. Ничего не будет, если в какой-то момент вы оступитесь, у вас что-то не получится, наоборот, на ошибках нужно учиться. Поэтому, ребята, мой главный совет, если вы сейчас, не знаю, хотите создать канал на ютубе, хотите вступить в какой-то кружок или начать себя реализовать в каком-либо деле, то просто начинайте, и у вас обязательно все получится. Следующая привычка, которую я очень хорошо прочувствовала на себе за время учебы в университете и также за 10-11 класс, это также использовать свое время на учебе. Очень часто бывает такое, что у нас большие перемены, могут произойти какие-то накладки в расписании, отмены, и получается, что, например, у вас в середине дня есть окно на полтора часа. Конечно, если хорошая погода, вам хочется погулять, не знаю, сходить покушать, но если же в целом такое происходит у вас довольно часто, и есть реально возможность в это время поделать что-то полезное, например, сделать домашнее задание на следующую пару, подготовиться к какому-то занятию, сделать задание для репетитора или порешать какой-то вариант ЕГЭ, то почему бы это не сделать? Да, в это время можете проболтать, проиграть или просто подальпать в телефоне, но подумайте о том, что вы реально можете эффективно распределить это время. И, например, я, когда смотрю в свое расписание, например, вижу, что на этой паре мы особо ничего не делаем, и я могу взять какие-то свои занятия и их также поделать, то я реально это делаю, я не считаю, что это плохо, я считаю, что это реально нормальное распределение времени, и никогда не бывает такого, что вы просто там на учебе учитесь и приходите домой, делаете все свои дела, и, например, не трогайте никак свой телефон на учебе. Даже когда у меня есть какая-то свободная минутка, я стараюсь придумывать какие-то посты, что-то пишу в заметках, какие-то свои мысли или какие-то идеи для новых видео. Что касается конкретно 11 класса, мне кажется, здесь даже не нужно ничего объяснять, потому что я наблюдала такую картину, буквально все на непрофильных предметах делали какие-то свои дела касательно ЕГЭ, репетиторов и заданий, потому что это главный фокус, в принципе, на этот год, сдать экзамены хорошо, а не лишний раз прослушать какую-то тему. Ну, такова реальность на самом деле, поэтому здесь я вам советую реально об этом задуматься. Следующая привычка — это вести себе привычку, просыпаться на 15-20 минут раньше и делать какое-то определенное дело. Это может быть либо одно дело, либо несколько дел, которые будут сменять друг друга. Например, я полюбила последнее время просыпаться на 15 минут раньше будильника и писать себе планы на день. Также можно просыпаться на 15 минут раньше и делать какую-то небольшую зарядку, пробежку. Это может быть также элементарная подготовка к учебе, когда вы будете выбирать себе утвит и собирать свой рюкзак, пенал. Седьмая привычка — это выстроить свой режим сна. На самом деле от этого зависит буквально все, весь ваш день, весь ваш настрой, и это, правда, меняет многое. Мне, как и любому человеку, правда, важно получить определенное количество сна, в моем случае это 8 часов, иначе я буду себя чувствовать очень плохо, и весь мой фокус будет уходить на то, блин, как же мне плохо. И просто лишний раз мои мысли будут о том, когда же я вздремну, и я помню в 11 классе, когда я не досыпала, я буквально делала уроки и засыпала на столе. Я не знаю, как я это делала, но я могу, в принципе, так сейчас тоже делать. Я просто ложилась и случайно засыпала. Потом рассыпалась, проходила минут 15-20, ну, такое тоже было. И, в принципе, как я считаю, это ненормально, поэтому лучше грамотно выстроить свой режим сна. Последняя привычка — это не пытайтесь быть идеальными. Я, как считаю, не существует идеального человека, даже если кто-то пытается показывать себя с самой идеальной стороны. Как бы такая картинка в интернете не пускала пыль в наши глаза, мы должны понимать то, что никто не бывает идеальным. Если вы не успеваете выполнять все свои дела за день, если сегодня вы не были продуктивным и просто ленились весь день, это тоже нормально, такие дни бывают. Единственное, что реально можно делать, это стремиться к идеальной версии себя. То есть пытаться делать максимальное количество дел за день, пытаться быть продуктивным, но, опять же таки, как я считаю, не существует идеального человека. И на этом все, ребята. На этом мое видео подходит к концу. Мне будет очень приятно, если вы напишите один любой комментарий или даже несколько, потому что это поможет в продвижении этого ролика, так как в последнее время алгоритмы YouTube работают очень странно. И для меня это действительно очень важно, и мне будет очень приятно. Не забывайте также подписываться на мой канал, ставить лайк этому видео, и всем пока!